Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги Иова читаю в своем переводе для библейского портала «Экзегет» с небольшими комментариями. Ну вот, с третьей главы начинается главная часть книги — это диалоги, споры Иова с его друзьями. Надо ли напоминать основную нить сюжета? Иов — абсолютный праведник, который подвергается жесточайшему испытанию. У него вот не то все. Его дети, его богатство, его здоровье, кроме жизни. Да, еще осталась жена, но такое ощущение, что он ее не очень ценит, потому что вот как бы в предыдущей второй главе она там ему дала совет совершить самоубийство. Он сказал им, ты безумный, неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а плохого не примем? И дальше она ни в чем не участвует. Это такая мужская, суровая мужская книга. Но в третьей главе он начинает свою речь, и он, конечно, проклинает свою жизнь. А что еще остается человеку в такой ситуации? Но он проклинает не только свою жизнь. Затем заговорил Иов и проклял день, в который был рожден. Вот что сказал Иов. Ну, как можно проклять день, в который кто-то был рожден? Сказать, ах, какой злосчастный день. Но Иов немножко иначе подходит к делу. Да сгенет день, в который я рожден, и ночь, что сказала, зачат мальчик. День тот да будет тьмой, пусть Бог на небесах о нем не вспомнит, и свет на него не прольется. Пусть он достанется тьме, пусть его охватит мрак кромешный, туча скрозит, ужаснет затмение. Как может быть уничтожен прошедший уже день? Он уже состоялся. Мы можем, допустим, горько сожалеть о том, что он состоялся. Мы можем проклинать то, что возникло в этот день, его жизнь, например. Но он уже был. Его уже не вычеркнуть из календаря. А ведь это описание очень похоже на описание сотворения мира, когда Бог разграничивает между светом и тьмой, и тьму называют ночью, а свет днем. Вот так и здесь он говорит, день тот да будет тьмой, пусть он достанется тьме. Более того, ту ночь да объемлет мрак, да не причстется она к дням года, вычисление месяцев не войдет. Та ночь да будет бесплодна, крик радости не узнают. Понятно, что это зачатие, когда началась его, собственно, жизнь. И фактически он говорит, пусть мир будет заново рассотворен, пусть творение мира отменится, пусть исчезнет различие между днем и ночью. А пусть исчезнет вот эта животворящая способность, которая у живого есть порождать другую живую породу своему. И дальше уточняет про эту ночь. Пусть проклянут ее заклинатели дней, что могут разбудить Левиафана. Левиафан, о нем зайдет речь в 40-й, в 41-й главах. Странное какое-то существо, ужасное, опасное, такое вот человеку глубоко враждебное, непонятно какое. Но вот разбудить Левиафана, наверное, вызвать к жизни какие-то вот эти силы человеку неподвластные и отменить этот мир, вернуть его в состояние первобытного хаоса, не только день и ночь, но, как в сотворении мира описанное светило, они, конечно, не сразу, сначала день и ночь, но и они тоже есть. И вот пусть и светило перестанут светить той ночью. Звезды в ее сумраке погаснут, но напрасно будет ждать она рассвета, и ресниц зари не увидит, ибо утробы матери моя не затворила, не укрыла меня от страдания. Вот фактически его претензия. Пусть мир не будет сотворен, раз так все плохо. Почему я не умер в утробе? Не погиб, едва из чрева вышел. Зачем меня взяли на колени, грудью зачем кормили? Ну, здесь, скорее всего, имеется в виду, что взяли на колени ребенка и его приняли в свою какую-то вот такую социальную группу, в семью. Обычно это отец сделал в древнем мире, а грудью кормила, естественно, мать. Я лежал бы теперь в покое, я бы почивал, отдыхая вместе с царями земли, их советниками, чьи постройки лежат в руинах. Он вот все про эти руины, про эту смерть, то есть вот, чтобы не было меня, чтобы ничего не было, чтобы не было этого мира. И нам кажется это немножко странным. Зачем целый мир-то рушить? Но Иов потом это объяснит. Дело в том, что и мир устроен очень плохо, а не только его собственная жизнь. Так вот, значит, чьи постройки лежат в руинах, и с князьями, что копили золото, серебром наполняли дома. Ну, а теперь мертвы, все это уже не нужно. Похоронили бы меня среди мертворожденных, среди младенцев, не видавших света. Там стихает суета нечестивых, там покой для изнуренных, там и узников ждет облегчение, им голос надзирателя не слышен. Там ничтожный и великий вместе, там раб не подвластен господину. И одновременно социальная структура общества тоже пусть раз сотворится, пусть ее не будет, пусть не будет великих, знатных узников, надзирателей, нечестивых, изнуренных. Все пусть выровняется, пусть все вернется в то состояние, где никаких различий нет, потому что общество это тоже такой сотворенный мир. Там ничтожный и великий вместе, там раб не подвластен господина. А почему? Почему даже общество должно исчезнуть, если Иову плохо? На что дан страдальцу света жизнь тем, кому она в тягость? Смерти они ждут и не дождутся, ищут ее словно сокровищ. На краю могилы они ликуют, радуются и веселятся. То есть, смотрите, есть люди, которым жить плохо, которые предпочитают умереть. И, наверное, если так, то лучше пусть действительно смерть царит в этом мире, пусть не будет рождений. Более того, а от кого так получилось-то? Темен путь такого человека, все доставит Бог ему преграды. Стали на невздухе моим хлебом, льются слезы мои словно воды. Что меня ужасало, то со мной и случилось, чего я страшился, то ко мне и пришло. Да, Иов не состоит в завете с Богом, который был заключен между Богом и Израилем, но в каком-то своем завете он состоит. И вот завет, когда Господь обещает человеку благоденствие за его послушание, а вот здесь он получает все, что угодно, но только ни хлеб и ни воду. Его хлеб — это вздохи, его вода — это слезы. И он получает не то, чего он желал бы, не то, чего он ожидает, как человек, состоящий в завете с Богом, но то, чего он страшится. И похоже, что это относится не только к нему, но и ко многим страдальцам. Нет мне ни мира, ни покоя, ни отдыха, только смятения. У Иова все было хорошо. Когда все стало плохо, он заметил, что в мире есть страдания, незаслуженное страдание, что мир устроен несправедливо, и сказал, наверное, бы лучше этому миру не быть. Что ответят друзья? Узнаем в четвертой главе. Продолжение следует...